В Наринмаре обсудили коррупционные риски в сфере закупок. Очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции прошло под председательством главы региона Александра Цибульского. Участники заседания обсудили коррупционные риски в сфере проведения закупок, а также качество профилактической работы в органах власти и местного самоуправления Ненецкого округа. Работа по выявлению коррупционных рисков в Ненецком округе ведется по различным направлениям и на систематической основе. Одна из уязвимых сфер госзакупки. В целях снижения коррупционных рисков управлением госзаказа систематически проводится работа по централизации закупок заказчиков региона. Проверено 388 субъектов. Конфликта интересов не выявлено. В целях выявления случаев возникновения конфликта интересов в одной из сторон, которые являются лицами, замещающими должности государственной гражданской службы в управлении, сотрудниками управления отшляется анализ учредительных документов, в том числе выписок из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в составе учредителей, участников организаций, лиц, с которыми у сотрудников управления мог возникнуть потенциальный конфликт интересов. Постоянно действующим органом внешнего государственного финансового контроля, созданным собранием депутатов и ему подотчетным, является счетная палата Ненецкого округа. Она в процессе реализации своих полномочий осуществляет контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, информационную и иную деятельность. В 2017-2018 годах счетной палатой проведено 7 проверок. Общее количество объектов, в которых проводился аудит, в сфере закупок составило 8 учреждений региона. При проведении счетной палаты и контрольных мероприятий за указанный период не выявлено фактов, нарушений, в которых усматривались бы признаки коррупционных правонарушений. Коррупционные риски выявляет контрольно-ревизионный комитет. Докладчики отметили недостаток экспертного мнения по данному вопросу. Глава региона Александр Цибульский, в свою очередь, поручил специалистам комитета проработать этот механизм. Мы с вами вынуждены доверять тем коммерческим предложениям и тем компаниям, которые на нас выходят, которые, возможно, нам дают заведомо завышенные цены на производство то или тех или иных работ. Поэтому это крайне важный вопрос. Лена Викторовна, вы подготовьте, пожалуйста, совместно тогда, наверное, с управлением предложение по тому, как можно было бы разработать механизм по возможному привлечению независимых экспертов. Во второй части совещания собравшиеся обсудили состояние работы по профилактике коррупции в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Ненецкого округа. По словам начальника секции противодействия коррупции Дмитрия Вавилова, профилактика осуществляется путем формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, осуществления антикоррупционной экспертизы причин коррупции. Важным моментом в антикоррупционной деятельности является проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. В частности, в этом году был запущен портал по инициативе аппарата администрации, портал для размещения таких проектов от всех органов государственной власти. Он инкорпорирован в единый федеральный портал, и на нем любой желающий может на него зайти, посмотреть, какие проекты нормативных актов сейчас разработаны. В частности, было проверено 1600 деклараций, выявлены нарушения. Так, по результатам декларационной кампании 2018 года, в адрес губернатора не поступили или поступили с нарушением сроков сведения о доходах семьи депутатов. Также установлен факт непредоставления сведений о доходах на супруга депутатам одного из муниципалитетов. В отношении указанных лиц по решению в Рио губернатора Александра Цибульского проведены проверки достоверности и полноты сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера. По словам представителей районной администрации, вопрос о нарушителях будет вынесен на ближайшую сессию.